Натурский Витер Литературной премии имени Шолокова и Андрея Латонова. Всем хорошо известно, вот уже более 10 лет Ренат Сахевич является главным редактором федеральной просветительной газеты «Атарский мир». Дорогие друзья, я с огромным удовольствием приглашаю на сцену Ренат Сахевича Махамадина. Дорогие друзья, русские писатели, российские писатели меня поймут. Все-таки моя миссия здесь со своими родичами, братьями, татарами постараться говорить больше не на татарском языке. Моя миссия в этом, я в какой-то мере миссионер татарской культуры. Я себя так считаю, но не самозванец, а просто от всей души это я признаю. Разрешите мне говорить о татарском. У моих коллег, писателей, есть переводчики. Если нужно, они меня и так поймут, что я могу сказать. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 кто покажет пример России, поможет выйти вот из этого тяжелого положения. И не последняя роль, это принадлежит искусству, литературе. Я хоть как математик, время от времени думаю, что все нужно рассчитать математически. Но, к сожалению, это не получается часто и до конца. Вот два вида развития, это первое количество, и второе вот то, что делают деятели культуры и писатели. Ренат Сапич писал и лирические произведения, и политические произведения, лирические, на мой взгляд, лучше. И думаю, что Ренат Сапич всегда был лидером татарских писателей. Он всегда пользовался особым уважением писателей. И вот мы тут все пришли, тоже он у нас вызывает огромное уважение. И у писателей жизнь тяжелая. Потому что нельзя сказать алгоритм, как написать роман, стихи, это невозможно. Это должна как-то душа раскрыться, душа, чувство. И в то же время ум должен вывести на правильный конец романа. На правильный конец романа. Вот это я все хочу Ренат Сапич пожелать. Тут, конечно, есть наше общество ватана. Вот редколлегия, вот что-то этого, этой газеты, татарский мир. Все, конечно, и мы с моей супругой, с Минерой, значит, сейчас уже я не смогу открыть, попозже откроем. Такой подарок. Что такое? Ну вот в 70 лет человек должен быть мудрый. И вот мы до гроба, с мудрости приедем. Зурк возле, зурк возле, зурк возле, но это как это? Сова. Мудрый, мудрый, мудрый сова. Уже человек физически сильнее не будет. Но я убежден, что потенциал Ренат Сапича, он будет расти. Вот это, между прочим, самое дорогое в этом возрасте. Если ты растешь, то у тебя и оптимизм, оптимизма и всех прочих радостей, которые нам дает жизнь. Да здравствуй! Градца Петербурга Малинин. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Но сколько совпадений, и 70 лет, и оба мы рука с Михалковым шли, и оба чем могли, помогали в трудные времена, в труднейшие времена, труднейшие времена для писателей, своему лидеру, а он помогал нам. Но на этом совпадении не кончается. Ты заслуженный работник культуры Татарстана, ты заслуженный работник культуры Российской Федерации. И от такого же называется слышу. Я тоже заслуженный работник культуры Российской Федерации, и далее идет Республика Ингушетия, и далее Чеченская Республика. Это все недаром, все не случайно. И все потому, что мы интернационалисты. Я родился в Сенепалатинске на улице Школьной. И на моей улице Школьной проживали русские, украинцы, крымские татары, созданные в Великую Отечественную войну, чеченцы, ингуши, и еще ряд народностей нашего великого бывшего Советского Союза. Нашу войну команду можно было бы смело называть Интер. Мы выигрывали все состязания, мы были лучшими спортсменами, и мы были самыми, может быть, ну не отличниками, но самыми б**ыми и в учебе. И все лучшие девушки в школе были наши, и на танцплощадке тоже. Вот, когда я гляжу на тебя, великий наш академик сейчас сказал про спортсменов, про ученых, про наших выдающихся мыслителей, министров и прочих людей. Вот в тебе сливается образ воедино, но ты еще при этом писатель. И что мы думали, хорошо подумали, прежде чем это сделать, что сегодня к лицу такому общественному деятелю, писателю, представителю, величайшему представителю гражданского общества, здесь еще скажут и о газете, здесь еще скажут, кто был председателем Союза писателей Татарстана 10 лет, это не шутка. Кто был директором книжного издательства в Казани, это все Ренат Сахович. За заслуги правления Московской городской организации Союза писателей России награждает своего члена организации и члена Союза писателей России Рената Савича Мухамадиева большой наградой. Она называется «Литературный олимп» и представляет собой медаль, ни в чем не уступающая Рената Жанерскую, сделанная из отличного дала. Это сам Misalow Ma'y. Плюс, она поедет не себя известно. От колоннέ poems из д Pip малей 8000 писателей Союза писателей России, от этого fallait Мы меня поздравляем с вами здоровья! Дюки, яore, мы вас здоровья! Поздравляем! Очень много и людей, и коллектив, которые хотят сегодня поздравить вас. Я поэтому сейчас сцену предоставляю коллектив Татарского культурного центра. Это вам известный, прекрасный танцевальный танец, который называется Ильдары. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радив Яваев. Смотрите, пожалуйста, молодежный танец Яшля-Ире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я в первую очередь хотел бы не культурно-национально-коррой, а культуру от Муфти Шейха Равина Минудина преподнести вам подарок юбилей. Он мне сказал, чтобы передать вам частицу нашей веры, которая должна висеть у вас дома. Это Миндина, а это наш милингарский п***. Спасибо. 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 Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я очень хочу его пригласить сюда. Он тоже большой друг, сибирско-татарский классик. Перебор, по-моему, чуть посмущает меня. И сидящих здесь, никто меня не знает, поэтому неизвестный в России писатель. Тут поднимались люди, поздравляли, всякие заслуженные там деятели и так далее, и так далее. А я могу сказать для себя, так как сибиряне, сибиряк, я только заслуженный работник. Мы на следующий раз уже не будем, мы уже обладаем вам упаковку, но не об этом речь. Я коротко скажу, Ренат Сапевич, я два слова хочу сказать. Первое, хочу сердечно поблагодарить вас за то, что вы, Татар Шеккандя, Ваши разные печеньки в интернете, где-то нашли меня, сам каким-то образом из инфинции интернета, что ли, нашел телефон мой, позвонил мне, это было 12 лет назад, когда мы только приехали, и активно строились, свой дом строили, нашел меня, попросил разрешение у меня опубликовать одну мою вещь в своей вот этой федеральной газете. Для меня это была очень высокая честь. И с тех пор, нет-нет-то, напоминаю это во мне читателям своим, вот последний номер 12, тоже я есть там, оказывается. Большое вам спасибо. И второе. Вот вы как-то скромно в начале своей речи сказали, что не достигли горы какой-то. А я скажу, что вы уже покорили литературный лес. Здесь говорили про литературный лес. Эти заслуги ваши известны. И равновелико вашим заслужениям вы получили все. И мы в стране и имели международные награды и премии. Все это очень уместно. Все это заслужено. Я вам хочу пожелать только одно, чтобы число ваших романов достигло числа 70. Я думаю, что с вашим здоровьем, которое вы не заметили, как достигли этих 70 лет, что вы эту цель одолеете. Ваше мастерство, ваше герой вам поспособствует этому. Я верю. Только этого желаю. А я не верю. Невозможно 70 романов написать. Может быть 70 рассказов. Концово год 100 романов. Ну, там большой аппарат работы. Но вы сами способны отдали эту цифру. Так. И был подарок, который меня задел за душу. Вот это бит-мекки или медина. Да? Где Кааба. А у меня чуть подальше. Подарочек. Из Египта. На современном папирусе временно-египетская фреска. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Истанет вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Минучной урнятия зубчер в битве киши в битве киши в битве муха-тан-пухамад-иевка в зур и в фраме Абдуллина. Это уникальный писатель, кстати. Но он не подписывается, как Махмуд Абдуллин. Габдель Махмуд писатель. Абдуллина. Этот великий человек оказался скромным, доступным человеком. Меня до того удивил, как Махмуд Абдуллин. Нынче приехал ко мне в гости на мой день рождения. И, естественно, с интереснейшим подарком я в отъездку решил тоже подарить кинжал. Химин Гуи называл его победителя великанов. Как вы думаете, что за кинжал? Абдуллин. Точно. О! Ой! Абдуллин. Абдуллин. А я б***** вам помню! Абдуллин. 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 Город Леонид. Я, нынче, самый первый по mi***** мою пи***у о моем прадеде Черкес. А Черкес там... Кинжал отнимал. Город. Это символически, потому что ни один человек не посмеет выпить содержимое, потому что без нее ничего не стоит. Это долгие годы будет напоминать, и, возможно, где-то внуки, правнуки мои, может, попробую, хорошо? Мы называемся представители прекрасного пола. Продолжение следует, что мы называем Российской Федерацией, и Татарстаном Ватт-Пазаном, артистом, композитором, взрослым, педагогом. Продолжение следует, что мы называем Российской Федерацией. Здравствуйте, дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с этой датой. Она такая совсем-совсем маленькая, потому что вы красивый, замечательный мужчина, полный идей, планов. Я вас знаю, мне кажется, сказать хотелось, что не много, как-то уже должен, наверное, в 10-15. И всегда знаю вас как человека интеллигентного, дальнейшего наставления, хренового. И хочется пожелать вам, узнала я вас побольше раз в нашем катарско-культурном центре, когда вы были на ваших вечерах, встречах, на ваших книгах. Мне очень приятно, потому что, когда говорят другие, о таком вот великом человеке, а видишь нормального человека, который с удовольствием принимает тебя, который откликается на какие-то твои просьбы. Большое спасибо. Одно слово. Вот на Илья Патыхова я вчера только узнал, седьмом поколении уже живет в Москве и знает родной язык, поет, сочиняет татарские народные свои песни. Вот с кого надо брать пример. Вот я не помню, но песни на хорошие стихи пишу. Вот этот сборник, который прошел годы выше на Рахмет Ялсен, очень подходит с Илья Рахмет, и вот эта песня «Быстрыея» с Илья Рахметом Илья Тюблсен. А песня «Быстрыея» она прозвучит как, наверное, одна с троих поздравлений от Илья Сибы Каримовой, на слова, как Илья написала эту песню, и на «Уатна Зитапа», и автор идеи, лётчика-испытателя, заслуженного лётчика-испытателя России, Айбуса Илья Рамова. Вот мы нас троём поздравляем. Но самое интересное, почему вот тоже эту песню впервые услышал Эрнад Сапич. Я очень боялась показывать, потому что всё-таки человек, обладающий таким татарским письмом, речью, как-то исходно. Илья Сапич понравился, он одобрил. Я Зитапа Каримова, это моя землячка. Между нами, здесь мы сел, и всего 5 километров. 5 километров. Так, по сути дела, мы из Бойси, на одной телевизорской земле, на территории дальнейшего государства. Песня называется «Аэроплан». 12 тысяч. Вы с компьютера, если вы можете, посмотрите вот эту песню, она на экране. «Аэроплан» Назифа Каримова, сузняли на эфра шедер. Вы с компьютера, вы знаете, что не это, вы имеете в виду, параду, на экране. Игран, лётчик, с пенадзин, и пусть не работает, сам, и на эфра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аплодисменты 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 Возвращаемся к шуткам. Мы знаем, что есть сколько человек в Кукунаши и улажен, чем у всех героев человек, которые мы делаем в Кукунаши, и мы должны снять возможность плакать. Мы делаем которой мы делаем делать свои страдания, Матур сели, Матур курына и бек, аным зура голы. Настя Минаматли, баречи Минаматли, и кей-кей-кей-кей. Сау салямов. Чингтель сенгегенда Ахалам бар, сезам Ахалам бар, сезам опыта бар, беды нысы бар. Сезам болтарасы, сал болтарасы. Сау болтарасы. Минамин, мэн ассу. Довмитвисия, Россия векаде, естественно, наук. Поздравляю вас с вашим знаменательным юбилеем. Я не буду перечислять всех тех слов, которые мне написали. Я считаю, что Ренат Софьевич по своему интеллекту, по своим заслугам, по своему проказору достойный член нашей Академии. Я считаю, что в дальнейшее время там рекомендация наша Академия. У нас есть представитель, проект и композитор. Нас очень радует к ней данным направлением. И решением президиума Российской Академии наук Ренат Софьевич, награжденный за Ренатский, золотой датом Ренатского. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Поздравляем. Перед вами Найля. Вы смеете радостную песню на стихе Василии Валерьева «Алла Ява». Субтитры создавал DimaTorzok «Алла Ява» 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 Я шиньи Аллаху и Анна. Олень стыдно ошанула. Я шиньи Аллаху и Анна. Я извиняюсь, честно говоря, есть такое выражение Аслана, я не заметил. В первом ряду рядом с Робертом Искандаревичем сидит патриарх российской литературы, башкирский писатель, татарский писатель и российский писатель Ямит Мустафин. Я не могу, хотя бы не все в конце, а. Вот кроватана, можете ей ругать мне. Вот когда становишься за 90, руки подают уже скорее всего, отчеркнут, что он молодой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это первый раз, когда председателем был закинули двухметровый татарю, Острову, начальник разведки партизанского отряда. АПЛОДИСМЕНТЫ Входит молодой, красивый, да мы сейчас в чем красивый, и говорит, вот молодой надписатель, а я курировал, чтобы не знали немного себя. Вошел. Он шутник был закинули, удивительный. Он говорит, вот я, милючки, скоро мы будем в Москве и вас всех, стариков, выгоним. АПЛОДИСМЕНТЫ И Бог, Бога Влада, однажды звонок, давно это было, уже лет 30, тому назад нет, это лет 30 мы познакомились, лет 15, я там впервые, я прихожу в союз писателей СССР, СССР, Михалков, ведущий, Острову, велик человек, добрейший. Он говорит, ну, я не люблю, вот я в Москве работаю, я приехал там недалеко, живу рядом, думал, как он в Москве вошел. И что, странно было, сейчас-то уже не странно. Он задал мне вопросы, очень серьезные, которые озвучивать не буду. Я ответил, потом время от времени, так как приезжал в союз, как там казанский представитель, он вошел сразу, не сразу, как будто он давно у нас работает. А чтобы так сказал Сергей Владимирович, это надо, товарищи, знать его характер и его ум. И так он быстро вошел в мир московских писателей. Потом я начал, как конкуратор, интересоваться, ну, как он, не зазнался ли, не зазнался ли своих казанцев? Все были довольны, особенно старые, требовательные писатели, живые, гумора бы поширил. Хасан Рухман, величайший поэк. Они, да, 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 он нас не забывает, да, он нас не забывает. И вот наступил тот день, он стал почтенным возрастом преобладателем, почтенным возрастом. Семьдесят лет. Все у нас уже на двадцать два года волосы меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Я всегда даю, я всегда во всем верну. Я сейчас заканчиваю, видишь как, что значит быть пожилым, уже с тобой контролируют команды. И для меня настолько радостно это явление было, как будто меня хвалили. Я всех радых спрашивал, и Михалкова спрашивал, и заменения этих секретарей мелких, и все спрашивали. Теперь о татарском народе кратко, который многие из вас не знают. Я об этом в памятнике Мусей Джалиле говорил. Был величайший полководец, дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Чуйков. И в другом зачищал Саннеград. И когда он зачищал, в интервью он дает, он спрашивал, ну как, когда вы давали приказ и киватапа, там было на одном этаже немцы, на другом этаже и так далее. Я все перепутал. И он ответил, запомните татары, запомните и передайте своими. Я, говорят, давал приказ в атаку, когда убеждался, что в частях не меньше 50% татары башки. Я знал, что атака не захлебнется. Вот акцент. И думаю, что иерина не зазнался. Мне приятно, что в казанске когда приезжают, добрые слова говорят. Для меня я *** недорогой. Как будто меня хвалят. Хотя я *** отрезал кусок хлеба. Мне радостно было, когда я вчера мне *** панили. Вот так. Я говорю, хоть плоховато чай чувствую, но я обязательно приду к нему. Обязательно. Надеюсь, он полторы минуты даст. Вот он полторы минуты. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень, очень название такое. За добрые полиции и дела. Не остаются *** раз награждать. Я все же обрезан. Я про хеерение спрашиваю. Я говорю, мне можно что-нибудь сказать? Ответить. Да я когда в Кремне, понятно. Спасибо, благодарю. По Кремне. Ну, конечно. А храм полным женщинами он таким же красивым, как ты. Только в разу пять минут. Я говорю, господин Георгий, что вы со мной делаете? Я не прибавляю ни слова. Я говорю, что вы со мной делаете? Храм полным красивых молодых женщин, а вы говорите ему 90 лет. Да разве так любят человека? Я люблю. Я люблю. Я люблю любовь. Я продолжаю. И есть крака. Спасибо. Не перебивай, Аксакала. Спасибо. 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 Аула Эй! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо!